Привет, друзья! Вы смотрите IT News, информационный проводник в мир высоких технологий и современных гаджетов. Сегодня в выпуске. В работе мессенджера Telegram по всему миру произошел сбой. IKEA представила роботизированную складную мебель для маленьких квартир. Представлен прототип без воздушных шин. Обо всем подробнее уже через несколько секунд. Поехали! В работе мессенджера Telegram по всему миру произошел сбой. Не работает как десктоп-версия, так и приложение мессенджера на iOS и Android. Представители Telegram пока не прокомментировали сбои в работе мессенджера. Пользователи в соцсетях также жалуются на работу приложения. У многих не получается зайти в мессенджер. Сервис не может подключиться и начать работу. Согласно данным сервиса DownDetector, на сбои в работе мессенджера также жалуются пользователи из Восточной и Западной Европы, США, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Шведский производитель мебели IKEA и американский стартап Ori Living представили первую линейку роботизированной мебели трансформера Rognon для маленьких квартир. Линейка поступит в продажу в 2020 году в Гонконге и Японии. Мебелью можно управлять с помощью специальной сенсорной панели. Rognon рассчитала на помещение размером 3х3,5 метра. Именно поэтому изначально линейка будет представлена в Гонконге и в Японии, которые славятся своими небольшими размерами квартир. Планируется, что Rognon будет представлять собой единый конструктор, в который войдут спальное место, емкость для хранения вещей, диван и письменный стол. Чтобы выбрать необходимый режим, пользователю нужно просто выбрать его на сенсорные панели. Детальнее о проекте станет известно в течение 2019 года. РАДОСТОВА Спустя годы исследований и разработок французская компания Michelin, являющаяся одним из лидеров в отрасли производства шин, представила безвоздушные шины нового поколения, получившие название Optis. Безвоздушные покрышки не используют герметичные камеры, в которые накачивается воздух. Конструкция Optis состоит из внешнего протектора, между которым натянуты мягкие спицы из смеси композитного каучука и полимерного стекловолокна. Их использование позволяет эксплуатировать покрышки на достаточно высокой скорости. Если испытания пройдут успешно, то к 2024 году General Motors начнет предлагать безвоздушные покрышки для некоторых моделей своего ряда автомобилей. Как указывает портал Digital Trends, Optis представляют собой продвинутую версию безвоздушных покрышек Twill, которые компания представила почти 15 лет назад, а сейчас используют для мини-погрузчиков с бортовым поворотом. У первых вариантов таких покрышек был один существенный недостаток. Они были громче, чем обычные шины, но проблему со временем решили. Это были все новости мира IT на сегодня. В студии работал Ерна Тайжан. Я желаю вам успешной недели. Будьте на высоте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова